Музыка Оказалось, что смешили наборство такой же спорт, как и все остальные. Ну, набрался опыта, уже я бил. Не меня, а я. Они даже по-другому себя показывают в службе. Ребята первоначально приходят научиться защищать себя. Не самое, знаете, страшно подраться 15-10 минут, самое страшное согнать весы. Что такое удар, что бросок, что такое вкус победы. Выступали по всем только можно. И по рукопашному бою, и по ушу саньда, и по тайландскому, и по кейбоксингу, везде-везде. Сегодня все хотят набиться в Америке, на UFC. Очень крутые эмоции, это новые эмоции, совсем другие. Смешанное единоборство или ММА пришли в Гомельскую область 20 лет назад. Именно в областном центре появился бойцовский клуб «Легион». Тогда все начиналось с рукопашного боя. Сегодня же в клубе параллельно развиваются несколько направлений. Рукопашный бой, боевое самбо, панкратион и, конечно же, ММА. Оказалось, что смешанное единоборство – такой же спорт, как и все остальные, только один из наиболее боевых, тяжелых. Возглавляет «Легион» Леонид Кривошей. Именно он стоял у истоков создания клуба. За 20-летнюю историю здесь сформировался свод правил – не пить, не курить, не лезть в драки. Спортсмены, нарушившие их, должны уйти из клуба. Есть в «Легионе» место и профориентации. Занятие спортом помогает им устроиться на службу в МЧС, милицию, службе безопасности президента, войска. И вот, судя даже по отзывам, кто на самом деле занимался целеустремленно участвовать в соревнованиях, они даже по-другому себя показывают в службе. Не наоборот, не со злостью, а наоборот, они понимают, что такое удар, что такое бросок, что такое вкус победы. И наоборот, ведут себя спокойнее, могут адекватнее реагировать на те сложности, с которыми мы сталкиваемся в службе ежедневно. Кстати, и сам Леонид работает в правоохранительных органах. Он инструктор Центра подготовки личного состава Управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Спортсмены сюда приходят обучаться в возрасте не младше 8 лет. Набирают новых спортсменов ежегодно осенью. Главный критерий отбора – желание заниматься. Анатолий Русан такой был. Вот наш первый мастер спорта в Гомеле по рукопашному бою. Год занимался, за год ему попало поучаствовать в трех боях чемпионов мира на разных соревнованиях. Нос сломали. Тяжелейший переломок, скорее всего, не восстановится. Но вот он позанимался ровно год и стал мастером спорта в Великой Беларуси. Еще значимых достижений. Вот Паша Мельников занимался. Стал призером чемпионата Европы в Италии, призером Кубка Европы в Риге. То есть при желании какой-то цели, естественно, результат не оставляет себя ждать. Работа в клубе проходит на протяжении года. Зимой спортсмены отрабатывают технику в залах, в летнее время выходят работать на улицу. Есть тут и неформальное общение. Участники клуба регулярно вместе ходят в походы, сплавляются на байдарках и активно отдыхают. Для спортсменов «Легиона» клуб – это семья. С моей точки зрения, это, наверное, идеальный вид спорта при хорошем еще коллективе для воспитания характера. На сегодняшний день ММА развивается в Гомеле, Жлобине, Речице и Мозере. В последнем 2017 году при поддержке Белорусской Федерации Панкратиона и смешанных боевых единоборств открылась Академия ММА. Здесь два тренера – Александр Горох и его напарник Владимир Антоненко. У нас в 2018 году призерами чемпионата мира по панкратиону стали Катрунов, Павел, Засинец, Дмитрий. Ряд спортсменов становились призерами и победителями республиканских соревнований. У нас в городе смешанное единоборство очень популярное. Ребята первоначально приходят научиться защищать себя, какими-то приемами овладеть. А впоследствии вид спорта их затягивает. Они уже хотят соревноваться, хотят выступать на соревнованиях различного уровня. Но и сегодня смешанные единоборства очень популярны во всем мире. Всем знаком МакГрегор, Хабиб Нурмагомедов. В Мозырской академии нет жестких правил для спортсменов. Акцент здесь делают на применении силы, когда других вариантов нет. Своих воспитанников Александр учит не конфликтовать между собой, а помогать друг другу. Спортсмены, которые в единоборствах участвуют, они вроде бы подрались, там кровь, синяки. Они обнялись, пожали друг другу руки. И в быту они нормальные друзья, нормально общаются. И это здорово, мне кажется. Хотел бы поблагодарить руководство Федерации панкреционных смешанных боевых единоборств за тот шанс, который нам дали по возможности развивать смешанные единоборства в Родзимозере. Сегодня бои ММА – это коммерческое шоу, над которым работают целые команды. Проводятся масштабные рекламные кампании. На камеру спортсмены бросают друг другу вызовы и провоцируют. Зрители должны выбрать для себя хорошего и плохого парня. Сегодня UFC – это громадное шоу из тех же спортсменов, которые участвуют в этих мероприятиях. Если он хороший боец, но он себя ведет скромно, тихо, он, наверное, неинтересен. Он должен быть распиарен, он должен звучать где-то не только в октагоне, но и в обычной жизни. Сан Саныч, как зовут его спортсмены, отмечает – ММА в Беларуси сейчас переживает бум. Даже во время пандемии регулярно проводятся бои. Среди белорусов в смешанных единоборствах известны Артем Домковский, Алексей Кудин, Андрей Орловский и Павел Катрунов. Сегодня все хотят биться в Америке, на UFC, выходить в октагон, участвовать в этих шоу, в мероприятиях. Это незабываемо, почему Катрунов хочет вернуться, потому что все же, когда тренером даже выходишь на большой арене, и когда вот этот, не знаю, что он даже тебя ждет, этого воспитанника, вот этот адреналин непередаваемый, это такие эмоции, что… Второй момент, все же он не реализовался полностью в единоборствах, у него большой потенциал, пока мы набираем спортивную форму. Если мы с Павлом правильно зайдем в соревновательный процесс, то есть проведем пару проходных боев, то есть он почувствует себя в октагоне, почувствует, что действительно готов, то будем дальше двигаться, надеясь, что еще все впереди, еще не все медали завоеваны. Павел Катрунов, он же в мире ММА Торнадо, выступает 12 лет. За это время Мазырянин завоевал звание мастера спорта международного класса по панкратиону и универсальному бою, мастера спорта по ужу Саньда и рукопашному бою, становился многократным победителем и призером республиканских турниров. В его списке успехов значатся и победы в Белорусской лиге профессиональных боев «Макс Файт». Была моя мечта. И потом они оказались в Минске. Я отправил заявку по интернету, все отправили, и мне дали бой. Если я его выиграю, то я участвую. Пацан был Ислам Гугов, очень сильный. Он третий сезон, он вышел в финал, но по травме он снялся и не смог участвовать. Он неоднократный чемпион мира по грэплингу, там, большое количество боев у него было, ну, ниндзя вообще. Вот. И все, как бы, думали, что, ну, не придешь, там, реально очень хороший парень был. И это проходило дома, во дворце спорта. Это я, как сейчас это помню, хотя это 6 лет назад было. И я его выиграл в первом раунде, и не просто, а удушающим. Как бы, он сам грэплер очень серьезный. Я его задушил же, его же, как бы, так вот получилось. И все, и потом вот этот, именно этот турнир, именно вот этот Микс Файтер 4 сезон очень запоминающийся был, потому что были очень все сложные бои, очень, я постоянно был побитый. После этого шоу нашего героя даже на улицах начали узнавать. Спортом Паша занимается всю жизнь. Он попробовал и футбол, и греблю, и разные единоборства. Первая попытка познакомиться с ними была в 10 лет. Но тогда мальчишку больше интересовали компьютерные клубы, где он и проводил свое время. Постепенно все виды спорта отсекались, и только в 16 лет Павлу, будущему бойцу, захотелось медали и спорта. И тут в центре внимания оказались смешанные единоборства. Тогда уже очень сильно развито был кикбоксинг, тайландский бокс в Беларуси. Смешанные единоборства только-только приходили. И мы выступали, выступали по всем только можно. И по рукопашному бою, и по шусанда, и по тайландскому, и по кикбоксингу, везде-везде. В 2009 году выиграл пояс в Беларуси. Тогда первый самый профессиональный турнир проходил. Первый бой я провел. Мне 19 лет было. 80 килограмм, худой, сухой, малой. И 27 лет Александр Шух был. Все думали, что сейчас тут малыша пройдемся и пойдем дальше. Но я показал тогда хороший бой. Он сделал единственное одно сваливание, и все, отдали ему победу. Пояс в Беларуси получил Паша благодаря трем победам из четырех. Для него эта награда стала самой значимой и невероятно мотивирующей. В 12 лет выступлений и тренировок у спортсмена появился и коронный прием – треугольник, удушающий прием ногами. Именно так Павел Катрунов побеждал чаще всего. Выступает спортсмен в категории 84 килограмма. Перед каждым турниром ему приходится гонять вес. Особенно тяжело это давалось из-за любви к сладкому. Тяжело, очень мучительно. Не самое, знаете, страшно подраться там 15-10 минут. Самое страшное – согнать вес этот, потому что это вкус воды чувствуешь. Никогда не забуду, когда первые мои соревнования любительские были. Самые-самые первые. Мне было тогда, по-моему, 16 или 17 лет. Я весил 95 килограмм. И мне вес надо было сделать 75 килограмм. 21 килограмм. Я гонял 3 месяца. Я высох до неузнаваемости. У меня глаза впали туда. Никогда не забуду, когда первые мои соревнования любительские были. Мне было тогда, по-моему, 16 или 17 лет. Мы с моим другом поехали. И мы, по-моему, заходим, это было в Бресте, заходим в торговый центр. Но он гонял немного. Он гонял 8 килограмм только. Ну, хотя это считается, что тоже очень много. И мы сразу с обхода услышали запах выпечки. И мы стоим такие, смотрим на них. А до взвешивания еще 5 часов. А если хочется, там невозможно. Я говорю, Саня, пошли отсюда, потому что, ну, сейчас будет горе. Сорвемся и не попадем в вес. Сколько терпели. Если раньше Павел справлялся с гонкой веса сам, то сейчас ему в этом помогает супруга. Она старается не смотреть турниры. Очень волнуется. Она говорит, я бы с ума сошла бы, если сейчас смотрела бы. Раньше готовиться к турнирам было проще. Большая часть из них проходила на домашней арене. Поддержка родных и близких очень помогала. Спортсмен никогда не забудет крик трибун в один голос. Паша, бей! Эмоции у спортсмена непередаваемые. Ты понимаешь, что за тобой стоят твои знакомые, друзья. И тем более это новое, хочется проявить себя. Очень сильно оно бодрило и помогало. У меня есть ритуал такой. У всех спортсменов капа, вы знаете, что такое капа. У них все красивые коробочки, а у меня просто целлофановый пакетик. Мне и были куча коробок, и мне красивые коробки давали. И всегда моему тренеру было стыдно выходить со мной вместе, показывать кап. Я всегда говорил, что это мой счастливый пакетик. Другие тренера, когда меня не знали, так они всегда выкидывали пакеты. Я и служил в армии когда, и это они просто выкидывали. Я говорю, где мой пакет? Мне приходилось искать новый пакет, чтобы положить туда свою кап. Родные переживают за Пашу. С каждых соревнований он привозит как минимум синяки и ссадины. Иногда травмы и посерьезнее. Например, однажды ему сломали нос. Шрам на лице спортсмена до сих пор напоминает о поединке. Чуть скулы набили. Ну, били, сильно били. Как бы немножко лицо поменялось. Не в симпатичную сторону. Но нос у меня раньше другой был, это однозначно. Ну, набрался опыта, уже я бил. Не меня, а я. Последние три года Павел Катрунов провел в Поднебесной. Там он тренировал местных спортсменов. Для него это были совершенно иные эмоции. Я представляю, как своему тренеру шатается голова от этого. Потому что я когда в Китае тренировал, были турниры, и ребята выигрывали. Я тогда понял, что значит, когда твой ученик дерется и когда он выигрывает. Это очень крутые эмоции. Это новые эмоции, уже совсем другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова